Повторная вакцинация 30 апреля. Это пятница. Также автомобиль будет стоять, как нам объяснили. В течение трех дней прививку не мочить, в бане не париться, алкоголь не употреблять. Пожалуйста. Обычные рекомендации для желающих сделать прививку от фельдшера мобильного прививочного комплекса. Жительница Сызрани Нелла Серкова коронавирусом не болела, поэтому на вакцинацию согласилась сразу. Тем более представилась по-настоящему удобная возможность. Ну вот, сошла, сделала. Потому что в поликлинике как-то некогда мне туда сходить записаться, ждать очередь. Ну вот так вот подвернулась. Передвижные прививочные пункты размещают на самых оживленных городских пространствах. Например, место возле торгового центра. Здесь всегда большая проходимость. А в отдаленных и малонаселенных пунктах работают мобильные фельдшерско-акушерские пункты. Зайти и сделать прививку может любой желающий. Для этого необходимо предъявить паспорт и СНИЛС. Затем пройти осмотр врача. Он включает в себя измерение пульса, давления и краткую справку от вакцинируемых о наличии хронических заболеваний. За час мобильные комплексы могут принять до 30 человек. Мы предложили руководству торгового центра провести такую совместную работу, совместную акцию. Люди с благодарностью откликнулись. Тем более они были заинтересованы в том, чтобы сотрудники торгового центра тоже были привиты. С тем, чтобы граждане города потом могли спокойно идти в торговый центр, зная, что здесь сотрудники привиты. И нет дополнительной опасности по заражению коронавирусом. На сегодняшний день привито свыше 224 тысяч жителей региона. Из них более 147 тысяч уже ввели два компонента препарата. И таким образом завершили вакцинацию. Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет. Медики напоминают, особенно важно пройти вакцинацию пациентам с хроническими заболеваниями, лицам старше 60 лет и тем, чей род деятельности предполагает частое общение с людьми. Записаться на прививку можно по номеру 122, телефоном районных поликлиник, а также через сайт госуслуги. Процедура является добровольной и бесплатной. Мэри Елчан, Ольга Павлова, События.